Я хочу призвать вас, всех собравшихся, тоже присоединиться к этому сообществу разработчиков питона. Это на самом деле очень-очень прикольно, в первую очередь, зачем это делается. Зачем еще это делается? Это помогает выучить питон, вот честно. Если возьмешь, напишешь там несколько патчей какой-то модулью или подсистеме, то ты начинаешь чувствовать, что понимаешь, как она работает, а не думаешь, что ты что-то там знаешь. Уровень знаний. Ребята, не нужно быть гением, вот честно. Там есть гении в команде CoreDev, но от вас это не требуется. Есть разные баги, сложные, простые, совсем простые. А работа нужна, каждый может поучаствовать и каждый может что-то вложить. Время. Время это просто. Сколько хотите, столько участвуете. Можно забить. Это open source. Это очень часто повторяется. Говорят, да. Парень писал, писал, все было почти готово, потом он забил, ушел. Ишу висит в трекере полгода. Потом парень вернулся, доделал. Бывает. Как это делается? Вот знаете, я не знал, как это делается, пока не попал на Paycon, на свой первый американский полез на спринты и там мне показали. Мне так понравилось, что я до сих пор продолжаю. Затянуло, да, по самые уши. Кто делает? Смотрите, 12 тысяч зарегистрированных пользователей в баг-трекере. Большая часть из них, конечно, одно сообщение сделали и ушли. 170 коммитеров, то есть человек, который имеет право писать в репозитарии Python. Из них 63 сделали хоть один коммит в последний год. Ну тоже немало, если честно. Всего там было 9 тысяч коммитов за последний год, из которых треть сделал один человек. Антуан Питру, большое ему спасибо. Что можно контрибьютить по сложности? Первое, документация у Питона. Изумительная документация, великолепная. Сложно из его собратьев называть ему конкурента по этой части. Ее нужно постоянно допиливать, доделать. Ребята работают. В Питоне дофига питонских модулей, естественно. И не нужно знать C, чтобы контрибьютить в Питон. Можно не знать Питона, если честно, если хотите просто исправлять документацию. И если вы знаете C, если вы разбираетесь в исходниках Питона, то welcome. Я и то, и другое, и третье коммитую регулярно. Честно сказать, вот C код составляет, я не знаю сколько процентов, 10 от тех моих коммитов, которые были. Вот они у меня есть. Это самые сложные, самые ответственные. Их нужно вылизать, внимательно 30 раза посмотреть, чтобы ссылку не потерять. В общем, дело такое. Как это делается? Берем и открываем Dev Guide. Гуглиться легко. Это инструкция, коротенькая такая брошюрочка, можно сказать, как, что делать. Начинается с того, что мы клонируем репозитарий. Питон использует Mercurial. Mercurial тоже нужно поставить. И нужно поставить компилятор GCC или там Microsoft Visual Studio Express Edition. Нет, для самого Питона. Питон нужно собирать. Потом мы его конфигурируем. Это все инструкции для Linux, естественно. Собираем, собираем тесты. Для Windows чуть-чуть иначе, но все написано. Все просто. Дальше. У нас есть баг-трекер. Баг-трекер – это основной мусорник для ишью, в котором многие ишью так и помирают или засыпают литератическим сном. Существует ишью, тикеты, мы их так называем. Они там по 7 лет лежат и еще будут лежать, наверное. Дело такое. Нашли баг, сделали ишью. Залезли, поискали, нашли то, что вам нравится, там, где вы можете помочь. Вперед. Ну, тикеты есть тикеты. Там все работали. Это переписка, это переписка и это выкладывание патчей. Патч выкладывается дифом, его заоплодили, все. И последнее, то, что подводит черту под ишью, это кто-нибудь из кордева, кто имеет право закомитить и запушить в репозитарии, это делает. Перед этим нередко высказывая пачку замечаний, которые контрибьютор или игнорирует, или таки исправляет это, да, и ишью вливается в репа. Да, там еще нужно подписать license agreement, но это все мелочи на самом деле. Так. Как это делается? Используем гугль, он помогает. Есть ли ишью по интересующему модулю. Смотрим, над чем работает комьюнити, что она обсуждает, лезем туда. Есть отдельная категория easy и issues, и по ней можно искать. Это вот то, что разработчики посчитали простыми и не стали этим заниматься. Возьмите, сделайте. Выложите патч, патч будет принят. Док. Есть еще одна категория, это по документации. Там обычно что-то непонятно, что-то плохо сказано, что-то вот. Я прочитал доку и не понял. Подуплил, подуплил, подуплил и подумал, что доку нужно изменить. Ну вот так. Нозелист. Это каждой ишью. Есть список человек, которым будет приходить извещение на почту, когда там что-то появится. Ну вот так оно работает. Ревью. Ну нужно писать патчи свои. Нужно еще и ревью и чужое. Это важно. Один написал, второй посмотрел, третий высказал замечание. В результате сделали совместно то, что надо. Это как сделать? Взять, скачать патч, заплатить его, пересобрать, перезапустить тесты и вообще посмотреть, что это за патч такой. Сказать, о, мне нравится, хорошо. ЛГТМ, да? Look good to me. Это самое распространенное сообщение, если посмотреть. Тесты. Тесты нужно писать. Если нету бага, но хочется написать дополнительный тест, это не проблема. Берите, созывайте иши, пишите. Вам спасибо скажут. Тесты лежат в питоне, запускаются там, по-разному запускаются. В общем. Что еще? Еще списки рассылки. Основные, ага, это где лежат все списки рассылки. Их там много разных, чуть ли не сотня, наверное, разного мусора. На самом деле, что важно? Python Dev, общение разработчиков между собой, туда может влезть любой, что-нибудь там спросить. Python Docs, это, опять же, рассылка по простым ишам, по документации. И Python ODS, это если пришла в голову идея, как сделать Python лучше, бредовое, не бредовое, туда постят, и там тоже такой мусорник, обсуждение. Иногда что-то выливается в конкретные реализованные решения. Так, все. Спасибо.